Всем привет! Вы найдали всего понемногу из Германии. Репортаж из лифта. Идем с внучкой. Лечиться? Бабушку надо лечить. Идем в клинику. Так что, ребята, спасибо. Вот, видите, у меня тут помощник такой, что... Все ваши комментарии читаю, все принимаю. Влада, закинь мне, пожалуйста, сандалеты. Вот так вот. Бедные дети, внучка моя. Короче, всем достается работы. Я не могу нагнуться из-за того, что шелы, сами понимаете, да? Вот так вот мы вышли с ней. Сейчас идем на автобус и поедем в клинику. И я вам уже с клиники расскажу. Или домой приду, расскажу. Так, буду держаться, а то еще ко всему и упаду. Ну вот, ребята, быстро так раз. И лифт уже другой, лифт уже в клинике. То же отделение, где я и лежала. Сейчас я постараюсь встретиться с врачом. Вот в этой клинике я оперировалась. Тишина, сум, час у всех. Сейчас попытаюсь с кем-то из врачей встретиться. И попросить помощи. Ладно, иди садись там. Сейчас я разбегаю. Вот в этом отделении я и лежала. Тишина такая. Ну вот так вот в отделении на тумбочках. Это перевязочный материал. Всякие приспособления. Давление мерить, стойки для капельниц. На этой тумбочке кофе, чай. В пачках все виды чая, которые есть. И здесь вода, кружки, молоко, сахар. Сахарозаменитель. Сюда пустую ставите, а там полную берете. Ортопедия здесь и травматология. В этой стороне также вот тумбочка перчатки. Обработка рук. И там то же самое. Вот так он уходит в эту сторону. Там после травм, после операции расхаживают. И вот такое отделение. Вот такие стойки. Чай какой хотите. Видите, прям целая комната там. Вода хранится. И помечено, что ваза под цветы. Потому что цветы. Что в хирургии можно, что в реанимации. Хоть в каком отделении. Видите, когда уходят, их оставляют. Они вот тут вот на тумбочках стоят. Вот такие дела. Ну я немножко хожу, конечно. Так вот. Раз-раз. Немного покажу вам швы. Это правая нога. Правая нога вверх. Видите, здесь тоже загноение есть. Но чуть-чуть швы разошлись. Не сильно. И вот такая гармошка. То есть правая ткань, правая часть кожи лежит. А левая в гармошку собрана. Но светило солнце. Я как-то так сняла неудачно. И вот такая картина. Вот это левая нога. Посмотрите, вот эта пипочка. Для чего и как она вообще им, врачом, была сделана. Левая нога, конечно, по хуже. Вот эти вот очаги, где коричневая. Там прям такие корки, болячки. Вот это вот вверх. Гнойные такие участки. И вот это вот место, где разошелся шов. Скобы, видите, там и скобы железные торчат. Это все. И вот эта вот поверхность. Ее надо почистить и уже какое-то лекарство туда наложить. Отек здесь вот сильный. Отек. И вот такой вот шов уходит вверх. Тоже безобразный. Я не знаю, какое место ни возьми, везде шов безобразный. Ну, я вам на этом выпуске прокомментирую, что вот эту вот часть врач закрыл повязкой с антибиотиком. Она пластырь приклеила сюда. Эта часть нижняя осталась открытая вся. То есть закрыли только верхнюю часть. Немного не успели на автобус на свой. И вот ждем. Здесь у нас такой перекресток. Здесь и трамваи, и автобусы. Почти центр города. Гостям зашившим на канал. Я живу в городе Брюссер-Идорс. Погода сегодня шикарная. Ну, мне жарковато, конечно, потому что я в брюках. Но я сейчас ничего другого не могу одеть. Но отек так себе спадает уже. Но, по крайней мере, немножко так в теле мне становится легче. Встретилась я с дежурным врачом. Воспаление. Ну, да, воспалительный процесс идет. Почистила она мне. Работала рано врач. Приложила на левую ногу такая вот, как с бинта, стерильная повязка, пропитанная антибиотиком. Приклеила. А на правую приложила повязку с мазью. Мазь сейчас я вам покажу. Вот такая мазь. Я сама не знаю состав. Буду дома и через гугл, конечно, посмотрю. Я у нее спросила, она с антибиотиком. Она сказала, да. Но завтра кто-то другой будет, не знаю. Завтра будет завтра. В пораженных участках, где воспаление, убрала она железки, эти скобы. Я не знаю, штук шесть, если не восемь. Ну, теперь они вообще там ни к чему. Они больше вреда сейчас несут, чем пользы. Потому что ткань воспаленная, ткань нарывает, и эти железки там только отторжение и инфекцию дают. А так, ну, чувствую я себя, конечно, немножко полегче. Сейчас я, если отеки начнут спадать, значит, давление в ногах начнет падать. И полегче будет. А так, знаете, вот где швы и суставы, как будто разрываются ноги. В комментариях, конечно, я, большей частью, я счастливый блогер. Я могу про себя сказать смело так. Вот вчера я читала, сегодня нет. Там пару сообщений ответила. Из всех комментариев, я не знаю, ну вот с десяток, наверное, таких без обид, я скажу, придурковатых. Просто придурковатых. Я не знаю, я не подтираю их, и вы сами видите, сами отвечаете и видите это. Огромное спасибо за советы. Ребята, дело в том, что если врач сегодня мне намазал этой мазью и дала мне, да, то я ее имею эту мазь. Без рецепта что-то путнее не купишь. Ты же не знаешь, что надо сейчас из немецкого лекарства купить. А то, что вы все рекомендуете, это все российское, либо не в Германии, девчонки. Я бы с удовольствием. Сняла я вам небольшое видео, была я в клинике, но финал этого видео снимаю уже сегодня, на следующий день. То есть сегодня вторник. Что мне дала перевязка? Перевязка, значит, с врачом беседа просто с обыкновенным дежурным врачом. Не тот, который оперировал, и не главврач. Ну, здесь, знаете, не выберите. Вы капризничать-то, потеть не будете, потому что главврач был на операции, а мой оперирующий хирург, вообще у него прием в другом городе. Он в этой клинике бывает только три раза в неделю. Вчера я в это число не попала, я это знаю. Вернее, я это знала, что в понедельник это не его день. Но я же шла не с ним встретиться. Мне тут уже, знаете, не до выбора. Мне главное, чтобы мне оказали помощь и дали совет. Сделала перевязку на левую ногу, там, где вот эта раскрытая такая дырища у меня, она приложила стерильная повязка, и такой из марли полосочки такие с антибиотиком приложила, заклеила. На правой ноге заклеила просто для того, чтобы я дошла домой, дома снять. И шов сам, промазала мазью. Сегодня вторник. Сегодня какой же, 30-е, да? Я иду сейчас на перевязку. Что касается последней операции, я вам расскажу. Это немножко позже, когда я восстановлюсь, я вам расскажу, почему я это сделала. Сейчас все заживет и дойдет тема до этого, потому что у меня сейчас нет ни сил, ни желания на эту тему говорить. Для тех, у кого критический вес, критический для меня это 100, 99 это уже катастрофа тоже. Прислушайтесь к моему просто, не то что совету, к просьбе. Завтра может быть уже поздно, а вы начните сегодня. Начните с малого, я вам сниму завтра видео простое. Возможно сегодня. Вот сегодня встать утром, из чего начать? Простое видео сниму и вам в помощь кину. Вы были на канале Всего понемногу из Германии. Люблю вас по-человечье. Всем пока-пока. Продолжение следует...